Здравствуйте. Начинаем после матча пресс-конференцию. Валерий Георгиевич Карпин, главный тренер Ростова. Вашему вниманию и ждем опроса о матче прошедшем. Да, пожалуйста. Валерий Георгиевич, каким одним словом назвали бы сегодняшнюю игру? Каким одним словом? Бывает. Для вас все-таки больше катастрофа или больше несчастный случай? Несчастный случай, конечно. Что предопределило развитие такой событий? Все-таки нельзя сказать, что Спартак настолько переиграл Ростов и вообще переиграл. И? Согласен. То есть только индивидуальные ошибки? Индивидуальная ошибка, я бы сказал. Не ошибки, а индивидуальная ошибка. И ошибка заключалась не в том, что там, братар мяч не вынес условно. И в третьем, перед третьим, перед пенальти не забрал мяч в руки спокойно. А заключалась ошибка в том, что не сказал, что травма не позволяет играть так, как надо. Ну, это опять же от большого желания, понятно, или нежелания уходить с поля. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, как мы видим, не очень хорошо. После того момента с пенальти он сам попросил замену? Нет, не успели, далеко были, не знаю, просил он или нет, но уже было видно, то есть уже после первого, после второго гола уже было, что что-то не в порядке уже. Уже начали готовить замену. Это было ваше решение или по подсказке, Виталий Витальевич? Наше решение, в смысле, по подсказке. Сегодня отсутствие в составе, вынужденное Сако и Махиби, сильно сделало разницу и отразилось все-таки на игре команды? По игре, если говорить про игру, то я этого не увидел. Возможно, было бы лучше, не знаю, мы этого не узнаем никогда. Как бы было, а может было бы хуже. По игре, если говорить про игру конкретно, то есть первые 10 минут, да, не понравились. Опять же, я думаю, что это от большого, тоже от большого желания. Потом подуспокоились и взяли все в свои руки. И уже игра была, по-моему, опять же, была игра та, которая должна была играть Ростов. Спасибо. Спасибо, да, пожалуйста. Роман Романов, Мире спорта. Валерий Георгиевич, ожидали ли вы выход Спартака с новой схемой? Там 3-4-3, там в разных вариациях. И, может быть, какие-то вы увидели новые решения тренерские в конкретной игре у Спартака? Ну, то, что вышли в 5, да, давно они в 5 не играли, то есть тоже неожиданно перед нашей игрой, да, ну, как бы мы готовимся против команд, которые в 5 играет, и которые в 4 играет, так что неожиданностью для футболистов это не стало там что-то сверхъестественным. Ничего нового, и от игры в 5 защитников, 5-2, 1-2, там, или 5-3-2, как вы угодно называйте, никакого, ну, в смысле, удивления никакого не вызывает, никаких новых решений. Игра, по-моему, была до второго гола, по-моему, было все понятно с игрой. Именно про игру, если говорить. А что все-таки стало решающим для того, чтобы, ну, команда, скажем, посыпалась, по сути? Там уж действительно игра была равная, но вот в какой-то момент что-то пошло не так. Вы не были на пресс-конференции до этого? Нет, я… Что значит пошло не так? Потому что вратарь ошибся? Нет, не в этом дело. А в чем? Но уже много атак Спартака пошло в какой-то отрезок. Ну, резко поменялось. Когда бы стали отыгрывать, когда надо было отыгрываться, естественно, по барабану. Уже 3-1 проигрывают, 4-1, 5-1, 6-1. Вот и все. Что-нибудь понятно? Вот теперь понятно. Спасибо. А до этого непонятно. Ну, я хотел от вас, ваше мнение услышать. Спасибо. Спасибо вам, пожалуйста. Да, Инар. Подскажите, а Писаков, получается, травму получил по ходу матча или перед? Футбол не смотрели? Может быть, у него уже было повреждение, он его умолчал и усугубил. В конце первого тайма, на выходе, когда его ударили, не знаю, кто-то ему ударил, не видел, тогда он получил травму. И скажите тогда вопрос, замена вратаря все-таки редко бывает, и если учесть, что он его замену не просил, не боитесь ли вы, что это может его психологически надломить? Нет, не боюсь. Спасибо. Да, вот вы хотели задать вопрос. Довольны ли вы судейством всего нижнего матча? Без комментариев. Это весь вопрос? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Есть еще вопросы какой-нибудь? Нет, спасибо за внимание. До свидания. Все. Субтитры создавал DimaTorzok